Здравствуйте! Это программа «Спорт 100» и я ее ведущий Дмитрий Марков. Меньше недели осталось до конца 2016 года, и все спортивные учреждения переходят режим подготовки спортсменам к новым соревнованиям. О том, какие спортивные мероприятия ожидают боксеров в следующем году, нам расскажет президент Федерации бокса Ненецкого округа Денис Гусев. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Можете для начала рассказать, какие соревнования уже прошли в этом году? У нас в 2016 году был очень насыщенный спортивный график. Мы приняли фактически во всех первенствах Северо-Западного федерального округа. У нас были летние учебно-тренировочные сборы. Мы осуществляли это в рамках отдыха детей, но мы не просто отдыхали, а мы работали, тренировались на Кавказе. И конец года у нас тоже был такой напряженный. То есть мы с октября месяца начали выступать на соревнованиях и закончили уже в декабре. 19 числа у нас был открытый ринг, где у нас множество новичков. Мы опробовали новую спортивную арену в Центре единоборств. Поэтому мы ежемесячно осуществляли свои спортивные мероприятия и подготовку наших боксеров. А можете рассказать подробнее о нескольких последних соревнованиях? Ну да, традиционно у нас уже конец года. Мы выезжаем в Архангельск, на Перенство. Перенство, там, города Архангельска. Параллельно турнир в рамках памяти двух тренеров архангельских. Рыбина и Антуфьева у нас спортсмены выезжали, юниоры. И у нас выезжали спортсмены в Северодвинск на Всероссийский турнир памяти героев североморцев. И Невские звезды, тоже межрегиональный турнир в город Санкт-Петербург. Мы в этом усещённом очень, мы отбирали только лучших. По два, по одному человеку ездили ребята, те, которые готовятся к следующим стартам, на следующий год соревнованиям. Ну, ребята достойно проявили себя, приобрели боевой опыт, показали техническую свою подготовку. И мы постарались в этот раз попробовать ребят из сельского, с Красного у нас спортсмен принимал участие в турнире в Санкт-Петербурге. Поэтому у нас насыщенная была подготовка и насыщенная мероприятиями год. Вот, нам пришлось не только, я вам скажу, не только в спортивном графике, но и в организационном очень многое поработать. Мы спонсоров искали для выездов на столь большое количество соревнований, да. Вот, у нас были мероприятия и знаковые. Мы, вот, я говорю, ездили в Нижнюю Пешу, подготовительные работы по наименованию ФОКУ провели. И с жителями встречались села Нижняя Пеша. То есть, мы, как увековечивали память и делали, пропагандировали здоровый образ жизни в сельской местности, так вот и соревновательно спортсмены готовились. Здесь турниры организовывали. Поэтому нам было очень много работы в этом году спортивной. Открылись какие-нибудь новые секции в этом году? Да, мы еще в прошлом году впервые начали, наш подход был к студентам Ниньского профессионального технического училища. Мы решили на их базе, в их спортивном зале открыть, открыть наше, так сказать, отделение, спортивную секцию под руководством Визерякина Анатолия Петровича. В этом году нам удалось оснастить ее спортивным минаторем, боксерскими мешками, перчатками. И это дало свои результаты. У нас там занимаются девушки, занимаются спортсмены. Вот мы с этого года очень хорошую группу подобралась, первокурсников с Колгуева. Отмечу, ребята стараются, работают. Я думаю, что мы с каждым следующим новым курсом будем прибавлять к этой секции. И действительно у нас сельские спортсмены уже, которые здесь учатся, они также получат возможность качественно и имеют возможность заниматься таким видом спорта, как бокс. А тренера подобрали из местных или откуда-либо? Нет, мы параллельно решили, что у нас тренер дюц-лидера занимался Визерякина Анатольевна параллельно. Он там в рамках дополнительного рабочего времени уделял внимание, уделяет внимание спортсменам из Нинецкого параллельно-технического училища. А кто сейчас пришел на секцию бокса? Маленькие детишки или уже подростки? У нас очень много и детей, и много очень приятно, что можно сказать очень приятно, о том, что идут девушки, девочки и девушки идут заниматься. И в этом году мы впервые, за более 10 лет, у нас девушки выехали на учебно-тренировочные сборы. Две спортсменки, они принимали в июне месяце в Кабардино-Балкарии на учебно-тренировочных сборах. Поэтому это очень приятно. Ну и второе еще, в организационном плане бы я хотел отметить, что наши спортсмены, уже достигшие звания разряда кандидата в мастера спорта, уровнем мастера спорта, вот Широкий Анатолий занимается сейчас инструкторской деятельностью, педагогической во дворце спорта Норд. Это уже плеяда наших спортсменов, которые мы воспитали, и которые уже, ну, это смена нашего тренерского состава, поэтому такая хорошая подпорка. И это вот показатель, я считаю, что, помимо всего прочего, спортивный результат, а то, что мы воспитываем свои кадры, свои спортсмены, которые и занимаются, и тренируют, и помогают, и судейство обеспечивают на турнирах. То есть это очень положительный опыт, и нам приятно в том, что мы вот так и географию расширяем, и готовим свои кадры. Какие соревнования ожидают спортсменов в следующем году? Мы сейчас думаем и готовим планы о том, что обязательно у нас сейчас первые старты. Мы попытаемся вновь принять участие во всех первенцах Северо-Запада. Вот мы отберем команду. Вот сейчас мы провели открытый ринг-турнир на новой площадке. Вот посмотрели на ребят, отобрали состав сборной, кто будет в следующем сезоне принимать участие. И поэтому мы начнем уже, наверное, с февраля месяца, включимся в эту работу. Естественно, у нас есть планы здесь провести мероприятие. Мы сейчас вот готовим в рамках турнира Кубка губернатора встретиться с представителями сборной команды Архангельской области, в ближайшем из-за лет. Поэтому у нас, вот мы в стадии планирования, в стадии реализации. Ну, конечно, мы приложим максимум усилий, как и общественная организация, федерация бокса. Мы приложим усилия по обеспечению, финансовому обеспечению этого. Мы будем искать спонсоров, будем смотреть. Может быть, здесь коммерческие турниры будем реализовывать. Поэтому вот в таком тонусе и с поднятой головой мы в следующий год намерены шагнуть. А сколько будут стоить тренировки в следующем году? И будут ли они очень платы? Сейчас, да, сейчас объявлены еще суммы, вот точно, с калькулера вода нет по боксу, но это вот 400 до 800 рублей. В целом, это сумма за... Естественно, что уже тут и было заявлено, да, на уровне, потому что кто не имеет возможности дохода, да, специально, там, будет бесплатно посещать секцию бокса. Естественно, что эти спортсмены, которые мы... Планируется, что будет, собственно, спортивное учреждение, кто на результат работает, также будет бесплатно заниматься. Поэтому тут ведь очень важно само желание спортсмена и немаловажна, конечно, поддержка родителей, внимание родителей. Потому что тут три составляющих, которые могут повлиять на успех и слаженность работы. Это тренер, это мотивация спортсмена хорошая, и поддержка родителей немаловажна. Потому что вот из трех составляющих, да, условий можно воспитать спортсмена. Естественно, к этому надо подключать и то, что работа федерации, общественной, поддержка на государственном уровне, и тогда результат будет обеспечен. А в новогодние праздники будут вести тренировки или нет? Да, мы начнем уже с 3-го числа тренировки. У нас тренеры не уезжают, и мы потихоньку игровые в этот период, игровые занятия будем проводить ОФП. Поэтому мы недолго будем отдыхать, потому что промежутки это отражается на форме спортсмена. Поэтому... Ну и естественно, что все каникулы, свободное время летнее, мы стараемся, по крайней мере, кто остается из тренерского состава, проводить занятия, чтобы имели доступ в зал, к снарядам, ребята поддерживали форму. Потому что сейчас уже и взрослые занимаются, поэтому это круглогодичный тренировочный процесс. Спасибо. Это была программа «Спорт 100» и я ведущий Дмитрий Марков. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!